Пару слов обо мне. Предприниматель я уже давно, но так как, так скажем, в тихом, мирном предпринимательстве бывает скучно, и периодически выхожу на работу, в частности, в системной интеграции, и в цехе я проработал кодек-менеджером по трекшн-митингам, то есть как бы управлял продажами трекеров, если кто-то понимает, о чем это, то есть достаточно веселая штука. Как я здесь очутился? Еще в мае я исследовал проект, который называется «Фуд компьютер от института MIT». То есть, по сути, все, что сегодня вы сказали здесь, представили какие-то типы проектов, вы каким-то образом входили вокруг вот этого компьютера, и вот круговые теплицы, это все практически оттуда. Что может дать вам MIT? И когда я выходил сюда, регистрировалась, я сразу предупреждал. Ребята, мы здесь можем сделать две вещи. Мы можем собрать этот фуд компьютер за один день, а можем сделать мой проект. Мой проект, почему я хочу все-таки заниматься своим проектом, потому что я как предприниматель понимаю, что фуд компьютер – это игрушка. По фуд компьютеру еще вот такая интересная сводка. Это на сайте MIT, тут что-то непонятная, перекодировка, на карте указано, сколько фуд компьютеров сейчас находится в мире. В чем прелесть фуд компьютера? Потому что это маленькая закрытая сфера, в которой имитируется любой климат. То есть периодичность света, фаза света, составляющие света, естественно, климат, естественно, почвы, PH, все, абсолютно все. Программируется компьютером, программируется, воссоздается компьютером. MIT уже готова в открытом доступе предоставить программное обеспечение. И уже готовые типы климатов. То есть если вы хотите вырастить ананас на Урале, вы можете это сделать прямо сейчас с помощью сборки вот этой штуковины. Но так как это уже сделано, я думаю, собирать это скучно. Более того, когда в мае я исследовал, так скажем, вопрос вообще актуальности и экономической целесообразности сборки вот всех этих гидропонических систем, я понял одну простую вещь, что рынок на текущий момент, который может реально быть экономически оправдан и стабилен, он уже затарен достаточно большим количеством шпината, зелени и подобных вещей. Очень много идет импортное. То есть если вы сейчас зайдете в недешевый магазин, такой, как, например, Виктория, вы найдете там шпинат в среднем за 120 рублей за 200 грамм. То есть если раскидывать по себестоимости, то значит он приехал в Викторию где-то рублей за 60. То есть понимаем, что вся логистика уже туда была вложена. То есть сколько заработал производитель, очень большой, ну для меня загадка, я не понимаю, на каких там суммах надо работать. И тогда у меня родилась идея, что может быть... То есть если мы где-то будем, например, в Подмосковье выращивать абсолютно что-то свежее, то все съест логистика. Потому что мы где-то замерзли, машина не доехала, замерзла, вся партия перемерзла. Мы вовремя не доставили, и вся партия сняла. То есть вот таких моментов будет очень много. Поэтому почему бы не выращивать... А, как бы пару слов обо мне еще... Я занимался акваскейпингом, и это такой аквариум ради зелени. Когда вы сам себе биолог, сам себе физик, химик. И то есть рыбки на самом деле не для того, чтобы красота была, а для того, чтобы удобрять растения. Вот извините за неструктурированность, потому что на коленках собирал сейчас презентацию. Кто вам нужен? Кто мне нужен? Мне нужны, как я сказал, люди, которые реально имели опыт с программированием Артгина, потому что, по сути, прототипизирование все будет на этом. По сути, это схематический показ конвейера, который будет создавать зелень прямо внутри или торгового центра, или ресторана. То есть смотрите, если это торговый центр, и объем нужен большой, то система просто будет широкая. Если это в качестве стенки, например, на стенде Рослихозбанка, просто узенькая, 20 сантиметров, и также выращивает растения. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задайте. Уже есть такие проекты в Европе. Чем отличаются в том, где европейцы? В чем отличие от конкурентов? Нет, я не разопустил такой проект уже в Европе и пособирается в России. Уже выращивают. Спасибо. Сейчас ответ. С европейскими коммерческими аналогами еще не сравнил. То есть спасибо. Но отличие, что это будет здесь, на нашей почве, с нашим менталитетом. И все-таки конвейер. Все-таки конвейер. Все-таки конвейер. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще проекты? Да. Да. Спасибо. Спасибо.